Магнитогорский «Металлург» одержал очередную домашнюю победу. На пару с московским «Динамо» подопечные Йозефа Яндача подарили зрителям настоящий голевой праздник с обилием ошибок в обороне и россыпью заброшенных шайб. Лихая перестрелка шла с переменным успехом и не выявила победителя в основное время. Но в овертайме удача улыбнулась хозяевам. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В этот вечер тренерский штаб магнитогорцев продолжил поиск оптимальных игровых сочетаний. Вернулся в строй Войта Квольски, а место в звене с Сергеем Мазякиным занял Никита Яськов. Именно он на четвертой минуте нанес убойный бросок, после которого шайба попала в перекладину и упала на линию ворот. А капитан «Металлурга» вовремя подоспел на добивание и открыл счет. Встреча продолжилась с явным акцентом на атаку, при этом обе команды много ошибались в обороне. Равенство восстановил Микс Индрашес, опрометчиво забытый хозяевами на пятачке. А всего через 52 секунды гости вышли вперед. Великолепной передачей Дмитрия Кагарлицкого из-за ворот умело воспользовался Даниил Тарасов. Но еще через 17 секунд очередной успех праздновали магнитогорцы. Виктор Антипин прошел из собственной зоны, без помех бросил, а 38-летний голкипер москвичей Александр Еременко оказался бессилен. Вскоре «Динамовцы» нарушили правила, и «Металлург» порадовал своих болельщиков молниеносным и красивым розыгрышем численного преимущества. Сергей Мазякин и Мэтт Эллисон помогли «Войту Кугольски» забросить эффектную шайбу и подвести итог неожиданно результативного периода. 3-2. Не секрет, что «Динамо» обладает очень хорошими нападающими. Они, в принципе, хорошо сделают свою работу. У нас тоже есть ребята, которые могут забивать. Отсюда результат. Второй период, увы, «Металлург» снова проиграл уже в седьмой раз за 12 матчей. Не прошло и полминуты со стартового вбрасывания, как лидеры гостей восстановили равновесие. После броска Юуса Хиетанина шайба удачно отскочила от лицевого борта к противоположной штанге, где своевременно оказался Кагарлицкий. Для того, чтобы успеть закрыть угол, Артему Загидулину не хватило считанных сантиметров. Но вскоре москвичей в очередной раз подвела их неудачная игра в меньшинстве. Первая спецбригада хозяев снова провела классический розыгрыш с великолепной диагональной передачей Мазякина от синей линии и классным поперечным пасом в Ольске. А завершающий бросок нанес Элисон. 4-3. В последнее время с завидным постоянством розыгрыша видим. Классический, вот насколько это для вас позитивный момент? Классический, не классический. Главное, что наше большинство должно забивать. И сегодня, забив в большинстве, предопределил исход матча. Но в тот момент до исхода было еще далеко. Ошибка хозяев на границе собственной зоны привела к опасному выходу Кагарлицкого. С его броском Загидулин справился, но Вадим Шипачев снова подтвердил, что является одним из лучших нападающих лиги. В заключительном периоде место в воротах магнитогорцев после долгого перерыва занял Василий Кошечкин. И эта замена стала одним из ключевых моментов в игре. Металлург снова вышел вперед благодаря великолепному фирменному броску Сергея Мазякина в дальнюю девятку. Но буквально тут же, вслед за капитаном хозяев, дубль оформил и Шипачев. На двоих с Кагарлицким они в этот вечер набрали семь очков. Но больше вратарь магнитки не пропустил. За 22 с небольшим минуты, проведенные на льду, Кошечкин отразил 19 бросков. А главные спасения пришлись на начало овертайма, которое гости провели очень активно. Однако решающее слово осталось за Металлургом. Победную атаку начал Войтер Квольски. После его отменного паса за спину Мэтт Эллисон угодил в перекладину. Но Максим Матушкин вернул шайбу канадскому нападающему. И со второй попытки тот отправил ее в ворота, установив окончательный счет. 6-5. Домашняя серия магнитогорцев завершится 29 сентября матчем с Ярославским локомотивом. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова